После дождя машины застревали в грязи, а до остановки жителям приходилось ходить в галошах. Речь про улицу Полярная в Чебоксарах. Проблему решила программа инициативного бюджетирования. Ольга Пырочкина подробнее. Наталья Иванова следит, как идут работы на улице, где она живет с самого рождения. На ее памяти дороги здесь не было. Можно сказать, что грязь на улице Полярной, несмотря на название, не замерзала даже зимой. Я помню, тут такие колдобины были. Даже в школу приходилось до асфальта доходить в галошах и менять обувь. К нам ведь и такси даже не хотят приезжать. Даже для его погоды не хотят и все. Ходить по грязи надоело окончательно, и Наталья с соседями решили стать участниками программы инициативного бюджетирования. Суть такова. Жители финансируют 5% от стоимости работ, и на их улице появляется дорога из асфальтовой крошки. Для частного сектора вариант оптимальный. Недорогой, легкий в укладке и достаточно устойчивый для проезда легковушек. На улице Полярная 25 домов, так что скинуться пришлось по 500 рублей. Остальное добавил городской бюджет. В текущем году у нас запланировано по 13 адресам. В настоящее время почти работа завершена. Осталось по двум адресам завершить. Здесь жители участвуют достаточно активно. В среднем размер софинансирован с одного домовладения оставляют где-то от 500 до 1000 рублей. С утра работы начались, а к вечеру жители уже смогут пройтись и проехать по новой дороге. Пожалуй, единственным недостатком такого покрытия по сравнению, например, с асфальтом является то, что его можно нести. Но за нечестных соседей администрация района ответственности не несет. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.